МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях Чувашии прямо сейчас. 17 тысяч доз в Республику прибыла очередная партия вакцины от коронавируса. Лидер долгостроя Минстрой Республики провел очередную встречу с дольщиками. Веселый и находчивый КВН Чуваший поддержан фондом президентских грантов. Минстрой Республики провел очередную встречу с дольщиками. Их 790 человек. Собрание прошло на пяти проблемных объектах компании «Лидер» в микрорайоне Кувшинка и в центре столицы в жилом комплексе Гагарин. Четыре из пяти объектов, которые возводит специализированный застройщик «Лидер», включены в единый реестр проблемных. Саму компанию могут признать банкротом. Но в конце прошлого года лидер получил кредит на 600 миллионов, что позволило ему продолжить строительство. Зинаида Ильина шестой год живет рядом со стройкой. В микрорайоне Шанхай у нее большой дом. Еще в самом начале застройки, в 2015 году, она подписала договор с лидером о передаче земли под строительство. Тогда компания активно вела работы. У меня под строительством было всего 180 квадратов. Дом еще не снесли. Сидим посередине стройки. Договор заключили в 2016 году. Должны были сдавать в 2019 сентябре. Но, как видите, мы не получили. Стоим, смотрим в окна и не знаем, когда получим. На четвертой позиции, по словам подрядчика, остались отделочные работы в подъездах. В конце февраля, возможно, дольщики все же получат ключи от квартир. Подрядчик исполняет свои обязательства, ведет работы, не останавливает их. Соответственно, органы госустройнадзора он выходил, ему выдано замечание, предписание. Я думаю, что в ближайшее время он их устранит и выйдет уже на итоговую проверку. А вот тем, кто ждет квартиру в третьей позиции, придется подождать. Семья Эсмиры Арсентьевой заключила договор с компанией в декабре 2018 года. Рассказывает, что очень понравились условия. В нашей ситуации с двумя детьми вроде как проценты по кредиту обещали платить. Ну, замачивает такое предложение было. Согласились, приобрели в ипотеку. Первые два месяца получали проценты и все. То есть, в 2019 год полностью практически мы проценты не получали. А стройка тоже заморозилась. Сейчас на третьей позиции строительство возобновилось. По заверению подрядчика работают и по выходным. Здесь 20 с лишним человек. То есть мы материальными, материальными, людскими ресурсами полностью обеспечены. На следующий момент нам даже нет необходимости при нематрюбить. К концу февраля будут три этажа. Смотрите, я приходил в воскресенье, разговаривал с прорабом. Он сказал, что в середине февраля, максимум к концу февраля будет первый этаж. Коммерческий. Такие три этажа. Давайте дождемся конец февраля. Продолжается строительство 19-й позиции в кувшинке двух домов жилого комплекса «Гагарин». По словам подрядчика, сейчас здесь работает 50 человек. Уже в сентябре застройщик обещает завершить объекты. Дольщики настаивают на остановке на объектах, камер видеонаблюдения и ежедневной выкладке отчетов, чтобы контролировать ход работ. С этого года в Чувашии все этапы строительства объектов, которые находятся в госсобственности, будет контролировать служба единого заказчика. Это позволит избежать проблем, связанных с проектно-сметной документацией и затягиванием конкурсных процедур. Об этом сообщили в Министерстве строительства. Сегодня здесь подвели итоги работы за прошедший год. Как и положено, в отчете прозвучало немало цифр и фактов. Активно идет строительство новых микрорайонов, вводятся в эксплуатацию социально значимые объекты. Растет и число получателей ипотечных кредитов. По сравнению с 2019 годом количество взятых кредитов выросло на 34%. На основании этого было принято решение о предоставлении субсидиарного кредита, при котором государство является одной из сторон кредитного соглашения. До 2024 года на эти цели планируется выделить 555 миллионов рублей. Данной услугой смогут воспользоваться около 400 семей. Хорошие показатели и по программе повышения качества и комфорта городской среды. По итогам прошедшего года целевой показатель регионального проекта формирования комфортной городской среды, установленным правительством Российской Федерации, перевыполнен в полтора раза. Благоустройство шести дворовых территорий, 37 общественных пространств при плане 25 общественных территорий. В 20-м году в городских кругах реализовано 33 проекта развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. На это было затрачено 22 миллиона рублей. Перед строителями стоит важная задача – сформировать единые стандарты развития градостроительства в рамках Чебоксарской агломерации малых городов и районных центров. Здесь речь идет не просто строительство домов очевидно, это и вопросы обеспечения объектами инфраструктуры, водоснабжения, водоотведения, очистки, соответственно, стоков. Поэтому вот эту работу, конечно же, надо его активизировать и в кратчайшие сроки провести. И поэтому служба главного архитектора в этом направлении более активно должна работать и прежде всего привлекать и общественные организации, и коммерческие организации. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Республика. Детские пособия, выплаты ветеранам труда и труженикам тыла, субсидии на оплату коммунальных услуг федеральным льготникам в январе этого года приходили с опозданием, а до кого-то так и не дошли. Как объяснили в Министерстве труда и социальной защиты Чувашии, в системе были технические сбои, сейчас ситуация нормализовалась. Были приняты дополнительные меры по привлечению работников к данному участку работы. И на 29 января, прошлую пятницу, были уже осуществлены все меры поддержки. В начале текущей недели граждане получат данные меры поддержки. За последние сутки в Чувашии диагноз коронавирусной инфекции поставлен 86 жителям, 84 вылечились. Летальных исходов 12 в республику прибыла очередная партия вакцины. Ситуация с пандемией в регионе стабилизируется, сохраняется положительная динамика. Учреждения здравоохранения постепенно переходят в плановый режим работы. Благодарю всех за ту работу, которая проводится на местах, и мобильными группами, и теми людьми, которые выполняют те или иные задачи. И здесь важно отметить несколько факторов. Первое, у нас поступательно уменьшается количество людей, которые находятся на стационарном лечении. И очень важно, что набирает темпы процесс вакцинации. Чувашия готова к дальнейшему приему партии вакцины. Мощности морозильных камер, имеющихся в подведомственных медицинских организациях, позволяют принять до 27 тысяч доз одновременно. Кроме того, в этом месяце в 25 пунктах вакцинации появится дополнительное холодильное оборудование. Уступило 11 794 дозы с двумя компонентами. Буквально вчера в 6 утра пришло еще 6300 доз. Гамм-ковид-вак. Все эти уже дозы распределены медицинские организации. Значит, сегодня уже в плановом порядке те люди, которые записаны, уже начнут приходить и получать эти вакцины. На сегодня в Чувашии вакцинировано уже более 4000 человек. Привиться можно после предварительной записи на сайте госуслуг или позвонив по номеру 122. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Республика. Агропромышленный комплекс Республики не только расширяет старые направления, но и развивает новые. В рамках региональной недели сенатор Николай Федоров побывал в Ядринском районе. Агропредприятие «Герой» занимается молочным животноводством и выращиванием зерновых культур. Семена используют только высокого качества. Готовят сами и закупают на стороне. Довести семена до нужной кондиции – дело хлопотное, но оно того стоит, ведь это гарантия высокого урожая. Общей площадью в 2021 году зерновые будут 3000 гектаров. Хозяйство сейчас порядка 5120 гектаров обрабатывает. Это включая сено, кормовые культуры различные. Зимние заботы у всех хозяйств одинаковые. Помимо подготовки семенного материала, надо провести снегозадержание на полях, проверить и отремонтировать в случае необходимости всю технику. В этом хозяйстве потребностей в ремонте пока нет. Новые тракторы и комбайны закуплены в рамках действующей господдержки. Это позволило предприятию сэкономить до 40% от стоимости сельхозтехники. Так выглядит сельское хозяйство Чувашии сегодня. На подъеме, вообще заметно на подъеме, есть совсем свежие новости. Действительно, новые руководства республики по ряду направлений в разы увеличило даже из республиканского бюджета поддержку сельского хозяйства, аграрного сектора. И на примере этого хозяйства, где мы находимся, они мощно обновили технику и продолжают. У собственников большие планы. Уже реализуется проект по разведению прудовой рыбы. В хозяйстве хотят запустить производственную линию для выпуска, кормов для собак и домашних животных. Надо расширять машино-тракторный парк, реконструировать молочно-товарную ферму на 200 голов. И это лишь небольшая часть комплексного плана по развитию аграрного сектора республики. Ежегодно на 7-8 миллиардов рублей реализуем разные инвест-проекты. По глубокой переработке в этом году мы устроим два элеватора в конце года. Один из них мы уже запустим. Готовится проект по переработке лизинок, готовим земельный участок тоже. Я уверен, что этот проект мы реализуем. Строятся два молочных завода, где-то обновляют линии на некоторых заводах. Инесса Потапова, Алексей Зотиков, Георгий Кривошейн, Республика. В Чебоксары прибыли еще 14 новых троллейбусов. Таким образом, парк двух городов, где работает электротранспорт, пополнился 29 единицами. Видеокамеры, USB-зарядки, кондиционеры, низкопольная посадка для маломобильных граждан. Жители Чебоксары города-спутника уже смогли оценить все преимущества горожанина. Первые троллейбусы появились на улицах городов в декабре прошлого года. К первому апреля этого должны привезти остальные. В конце года был пролонгирован данный договор, данный контракт. Было определено, что до конца первого квартала уже текущего года завод допоставит 58 троллейбусов. На 1 феврале текущего года завод уже поставил 19 новых троллейбусов. И они стоят на ответственном хранении в троллейбусном управлении города Чебоксары. Напомним, договорились о поставках на встречу руководителя региона с министром промышленности и торговли России. Распоряжение о выделении республики одного миллиарда рублей из резервного фонда на обновление городского электротранспорта подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин. 2 февраля глава республики Олег Николаев выступит со своим первым посланием госсовету Чувашии. Начнется оно в 12 часов в Театре оперы и балета. Прямую трансляцию можно будет увидеть в эфире национального телевидения Чувашии и ГТРК Чувашия. И впервые по QR-коду. Послание можно будет услышать в эфирах национального радио Чувашии и Таванрадио. Глава региона обозначит векторы работы правительства Государственного совета органов местного самоуправления. В рамках юбилейной даты национальная библиотека проводит цикл публичных встреч с известными людьми республики. Они уже написали книгу своей жизни и готовы рассказать о ней жителям Чувашии. В их числе доктор искусствоведения профессор Михаил Кондратьев. Музыковед, фольклорист, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза композиторов России. Перечень званий и регалий Михаила Кондратьева можно продолжить. Всю жизнь он посвятил культуре родного края, ее истории, музыке, живописи, литературе. В личном активе искусствоведа 110 написанных книг. Основные его труды «Чувашская музыкальная литература», о ритме чувашской народной песни, композиторы Воробьевы и другие. А еще Михаил Григорьевич любит читать книги. Михаил Григорьевич Кондратьев почетный читатель в Национальной библиотеке, а также он даритель. У нас очень много книг, которые он действительно преподносит в нашей библиотеке. Среди них, конечно, очень много книг, монографий о музыке, о музыковедах и об искусстве. Михаил Григорьевич прекрасный рассказчик. Молодые люди с большим интересом слушали интересные случаи из его жизни. К примеру, в студенческие годы он вместе с товарищами решил организовать небольшие концерты для жителей деревень. Творческая группа прошла тогда пешком от Ядрина до АлатРа с огромными рюкзаками. Профессор продолжает активную исследовательскую работу. Я надеюсь, что успею, пока силы есть, написать книгу, что такое чувашская пентатурна. Потому что известно китайская, известно монгольская, а татарская есть пара книг, а чувашской пока нет. Вот ближайшие, так сказать, планы. Для непосвященных пентатоника это пятизвучие или звуковая система, содержащая пять ступеней в пределах октавы. Она лежит в основе национальной музыки. Для тех, кто по каким-то причинам не может присутствовать на таких интересных встречах, видеозаписи доступны на YouTube-канале Национальной библиотеки Чувашской Республики. Ульяна Пятакова, Татьяна Раевская, Юрий Марков, Республика. Фонд президентских грантов поддержал клуб веселых и находчивых в Республике. Благодаря ему будет реализован проект Кубок Юниор Лиги. Он посвящен 20-летию движения КВН в Чувашии. А я считаю, красивая девушка в ЗАГСе должна отвечать не «да», а снизошла. Итак, представьте, невеста в ЗАГСе сказала «да», а кто-то со стороны жениха срифмовал. Это вам за то, что мальчишника не было? Красавчик! Вот уже второй десяток лет жители Чувашии доказывают, что они и чувства юмора неразделимы. Каждый сезон около 50 команд КВН играют каждый в своей лиге школьной, высшей, официальной. КВНщики Чувашии пробуют свои силы и на федеральном уровне. Общага, Чуваши, вокальная сборная, сборная Чигу. Этим командам удалось попасть и в телевизионную лигу, и в различные шоу. Теперь КВНщики смогут передавать опыт новым командам из районов Республики. Создать Кубок Юниор Лиги цель гранта. Нам нет-нет, да с Романом звонят. Здравствуйте, можете приехать позурить, посудить, объяснить, ребятам, что такое КВН. Мы приезжаем, сейчас не буду называть район, мы просто по многим ездили, приезжаем в ДК, там команд 8, в форме, все ребята выступают, причем, ну, естественно, бывает, кто пытается откуда-то юмор заимствовать, но большинство, это они сами по себе, сами пишут, сами работают, это прям полноценные игры. Самое главное, что есть желание у детей этим заниматься, играть, поэтому у нас появилось такое же желание их этому научить, и поэтому был подан этот президентский грант, и вот все получилось. На средства гранта у нас появится школа КВН именно для районных команд. На неделю веселые и находчивые соберутся вместе, подучат теорию, поучаствуют в мастер-классах. Допустим, вот в июне где-то в начале, в конце мая пройдет эта школа, потом наставники дальше уже дистанционно общаясь с ребятами там по скайпам, по всем остальным средствам, да, они готовят, дальше докручивают их выступления, то есть с ними постоянно общаются, и итог этого всего будет, если я не ошибаюсь, с начала октября вот этот кубок здесь, в Чебоксарах. Набор в школу КВН начнется с апреля. В планах набрать по одной команде из каждого района республики. В перспективе создание районной лиги на их основе. Это будет еще одной ступенькой в лестнице КВН. Юниор-лига, как и все остальные, будет проходить каждый год. А встреча бывших может произойти где угодно. Итак, в супермаркете до свидания. До свидания. Ну, привет, Юля, кассирша. «Икра». 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 «У меня возврат». «У меня возврат». Юлия Важенина, Павел Иритков, «Республика». Межвузовский студенческий театр «Абрикосовый сад» расширяет свои границы. Победитель молодежного фестиваля Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье-2020» показал в Мариинском посаде сразу два спектакля. На сцене только жесты, мимика и танцы. Действие без слов завораживает и приковывает внимание зрителя. Рассказ Антона Чехова «Бабы» про Машеньку, которую родители выдали замуж за нелюбимого мужчину. Пока супруг служит в армии, девушка влюбляется в другого. Машенька чувствует себя виноватой, но вернуться к мужу не может. Она не смогла определиться, не смогла выбрать. И не смогла жить с нелюбимым мужчиной. И сделала такой выбор, как отравить его. Другой молодой человек ее не принял с этим действием, скажем так. И тоже от нее ушел. Она в итоге осталась совсем одна. Трагедия этого рассказа в том, что не нужно. До сих пор, даже сейчас, бывает, что выдают семьи, девушек не по любви. Так не стоит делать. Мы с постановщиком много анализировали, много разговаривали, пытались... Я пыталась представить, прожить все, что она чувствовала. И я очень надеюсь, что мне удалось передать зрителю. Актеры играли так виртуозно, что зрителям все было понятно и без слов. Первый спектакль, он такой. Это тема такая. Она тянется на все времена. Мне кажется, такое было и раньше, есть сейчас и будет, в принципе, в будущем. Нужно быть всегда верен своему дорогому человеку и никогда не обманывать, не подводить его. Это вот пауза между главными героями, когда мужчина застукал свою женщину. Они просто стояли и молчали в течение полминуты. И вот это... Я в это время... У меня прям сердце задрожало. Я не знала, что дальше будет. Спектакль «На краю» возвращает зрителей в наши дни. Девушка и молодой человек, не найдя решения своих проблем, пытаются свести счеты с жизнью и случайно встречаются на крыше. От ужасного поступка их спасают ангелы. Они показывают молодым людям, сколько всего хорошего можно сделать в этой жизни. И выход есть из любой ситуации. Стоит только взглянуть на нее под другим ракурсом. Этот спектакль, он не по рассказу, не по пьесе, он придуман нами. Он получился такой социальный. Мы понимаем, что очень многие подростки замыкаются в себе и идут на какие-то такие шаги необдуманные. Наш посыл вот в этой постановке именно был в том, чтобы они посмотрели на себя со стороны, что этого делать не надо. Молодым всегда проще рассказывать о молодых. Это их чувства, их эмоции, их жизнь. Я считаю, что это очень здорово, потому что не все, к сожалению, не все следят за фестивальной жизнью, театральной фестивальной жизнью в режиме онлайн. Мы все-таки привыкли ходить в театр и видеть все происходящее вживую. И мы бы очень хотели, чтобы эти постановки зрители нашей республики обязательно увидели. Впереди у актеров студенческого театра гастроли по всей республике. Конечно, в свободное от учебы время. Татьяна Трофимова, Георгий Кривошейн, Республика. В Чубаксарах завершился межреспубликанский детско-юношеский литературный конкурс «Истоки памяти». Посвящен он сразу двум важным событиям прошлого года. 75-летию победы в Великой Отечественной войне и столетию образования Чувашской автономной области. Конкурс уже стал традиционным. Он проводится в течение пяти лет ежегодно. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в этот раз поэтическое состязание прошло в формате онлайн. Конкурсанты из Чувашии, Башкортостана, Татарстана, Мариэл и Мордовии записывали свои стихи на видео. Так что жюри вполне могло оценить и выразительность исполнения. Что касается всего конкурса в целом, приняли участие около 300 участников, молодых авторов и их учителей, педагогов. Представители каждой республики оказались в числе победителей и призеров. Что касается Чувашской республики, то хотелось бы отметить активное участие молодых авторов Батревского района, Шумерлинского, Урмарского, Канажского, Ядринского района, Янтиковского района, городов Чубоксары и Новочебоксарск. Школьники Павел Семкин и Арина Филиппова узнали о конкурсе от своих учителей. Пройдя три этапа, молодые поэты заняли призовые места. Тема Второй мировой войны в наше время является очень важной, потому что многие историки зарубежных стран на данный момент пытаются фальсифицировать события, произошедшие там. Соответственно, я решил написать стих о том, как действительно все было. Конкурс — это попадание сразу в две мишени. Нужно знать о датах, о войне, потому что война — это такая вечная тема, про которую должны знать все возраста. И одновременно этот конкурс, он помогает развиваться в сфере творчества. Одной из самых юных поэтесс оказалась восьмилетняя Пенерпи Алексеева. Она решила рассказать о родной земле. Девочка гордится тем, что родилась в Чувашии. Когда я узнала о конкурсе, мы с мамой решили написать такой стих от Вахини о нашей республике, что здесь ходились очень такие известные люди, как Ашмахин, Бичуха, Надежда Павлова, Николаев. И мне кажется, что каждый маленький житель должен знать эти фамилии. В разных возрастных группах и номинациях 18 представителей Чувашской республики стали лауреатами фестиваля. Участники уже с нетерпением ждут следующего конкурса, чтобы вновь попробовать свои силы на поэтическом поприще. Если спросят, кто такая, я скажу, Чувашка я. Где земля твоя ходная? Я скажу, на Волге, да. Там же жил Добыча Павлов, славный, красный командир. Там ходился Николаев, космонавт он номер три. А еще звезда балета, Надя Павлова хосла. Всем известно, нет, сикарета. Здесь спортивная ходьба. Ольга Семенова, Сергей Копеев, Республика. Масштабные симфонические произведения и инструментальные пьесы, камерная вокальная лирика и колоритные народные песни. В Чувашском государственном театре опера и балета готовятся к фестивалю чувашской музыки. Праздник национального искусства пройдет с 3 по 7 февраля. Он будет состоять из четырех вечеров. В репертуаре опера Григория Хирбю, Нарс Пи, Федора Васильева, Шив Армань, балет Андрея Галкина, Дорога лебедей и заключительный гала-концерт. Все наши спектакли нашего Чувашского национального репертуара поддержаны грантом главы Чувашской республики. Каждый спектакль имеет свое лицо, свою стилистику. Они не повторяются. И это, на мой взгляд, уникально. Это удивительно. В рамках фестиваля запланированы выезды в города и районы республики. В их числе Цивильск, Маргауши и Урмары. Инесса Потапова, Георгий Кривошейн, Республика. Это были главные новости понедельника, 1 февраля. А я с вами прощаюсь. До свидания.